В феврале Госдума России приняла в первом чтении поправки закона об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан. Так, закон разрешит работу передвижных аптечных пунктов. В нашей республике появление таких пунктов особенно ждут в отдалённых посёлках. У нас с вами есть населённые пункты, где отсутствуют ФАПы. То есть приём ведётся выездной, и люди практически не могут получить лекарства. И когда проходят встречи с населением, то, как правило, они всегда говорят, раз вы не можете, мы не можем открыть здесь аптеку, так, может быть, мы сделаем выездную торговлю. Председатель комитета Алексей Хефиц предложил вынести обращение на заседание Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Ещё один вопрос, который обсудили депутаты, касался дополнительных мер поддержки детей-сирот. Автором инициативы выступил глава республики Артур Парфенчиков. Проект предусматривает единовременную выплату на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим 23 лет. Выплата будет предоставляться один раз, будет иметь целевой характер, не может быть использована на иные какие-то цели, будет предоставляться в безналичной форме. Размер её предполагается установить из расчёта 18 квадратных метров на сумму средней рыночной стоимости одного квадратного метра. Комитет по здравоохранению и социальной политике рекомендовал законодательному собранию принять проект закона в первом и втором чтении. Кроме того, члены комитета поддержали законопроект о двух выходных после прививки от COVID-19. Напомним, в июле Карельский парламент уже принял закон о стимулировании вакцинации. Сотрудники госучреждений получили один оплачиваемый выходной в день прививки. Однако депутаты убеждены – такой меры недостаточно. Часто после вакцинации появляется недомогание. И чтобы восстановиться, жителям республики требуется ещё один выходной день. Это реакция, которая указана в инструкции. То есть это не какие-то побочные выраженные явления. Но тем не менее, я считаю, что они требуют такого отдыха, чтобы организм мог принять спокойную эту вакцину, не труждаясь дополнительно. Особенность у человека, например, тяжёлая физическая работа. Депутаты подчёркивают – только вакцинация поможет победить пандемию. О том, какие ещё меры борьбы с COVID-19 принимают в Карелии, смотрите завтра на нашем телеканале. О ситуации с COVID-19 расскажет министр здравоохранения Михаил Охлопков и главный терапевт республики Наталья Везикова. Запланированы прямые включения из COVID-стационаров. Прямая линия пройдёт в 18.20 на телеканале ОТР и на странице главы Карелии. Юлия Бараева, Станислав Шведов, Служба новостей.